Добрый вечер, Владыка Александр. Очень рад быть у Вас в гостях в Карелии. Первый раз для меня. Потрясающее место, потрясающие люди, потрясающие храмы. Расскажите немножко о себе. Как Вы пришли к Богу? Ну, во-первых, я Вас долго очень ждал. Вот, наконец-то Вы приехали и воочию увидел Вас, пообщались, познакомились. Ну, надеюсь, что мы подружились и будем дальше дружить и делать дела Божьи. Аминь. Да. С чего началось? С чего началось, наверное, это было еще с детства. Потому что поиск у меня был с детства. Я задумывался о том, что я живу, потом умру, как и все остальные. И меня волновал вопрос, что я перестану существовать. Вот, и я не мог представить себе, что меня нет. И это меня, конечно, немножко смущало. Вот, все хорошо, но вот этот вопрос меня очень тревожил. Вот, спрашивал у сверстников, они смеялись надо мной. Вот, спрашивал у своих родственников. Они успокаивали. Говорили, что, ну, книжку напишут про тебя или там памятник поставят. Вот, ну, я обычно знаю, где памятники ставят на кладбище, а потом забывают, потому что могилки зарастают. Вот. Вот, ну, в принципе, как ко мне будут относиться люди, меня не очень волновал вопрос. А волновал вопрос, что со мной будет, то есть, где я буду. Неужели будет такой момент, что меня больше не будет. Я не мог с этим согласиться. Просто не мог. Вот. Вот, как-то искать этот ответ в церкви я не стал, потому что у меня был опыт, наверное, не очень такой позитивный. Я был подростком, и меня дядька привел, значит, в церковь нужно было купить какие-то свечки, что-то еще. Православный храм. Православный храм, да. И меня смутило там странные люди, вся обстановка, это свечи, полумрак, странно. Ну, вообще, я не хотел никаких отношений с церковью связывать. В общем, как-то церковь для меня была закрыта. Вот, поэтому в религиозной такой вот старании я ответ на свой вопрос не искал. Ну, странно, на самом деле. Вот. И так я жил до в армии, пошел в армию. Моя семья вся, и мои родственники все атеисты, неверующие, никакого отношения к религии не имели никакой. Вот. Ну, в общем, так. Когда я в армии служил, вот, попался, пришел в часть к нам молодой человек, новобранец. Вот. И через некоторое время все узнали, что он верующий. Вот. Он, конечно, не афишировал на своей вере, но его жизнь, как-то его вид. Вот он говорил, что он другой человек, какой-то другой, настоящий, внутренний, какой-то стабильный, такое что-то есть в нем. Кстати… Я год отслужил, и он пришел. Вот. И, в общем, мы узнаем, что он верующий. Он отказался почему-то от присяги и заявил о том, что в связи с тем, что я боюсь… Я не буду принимать присягу, потому что я боюсь, что я нарушу ее. Вот. Я лучше исполню, буду исполнять ее, как написано там, значит, а вот обещать я не буду. Вот. Вот. Ну, тогда было прослабление, конечно, уже в такие времена были перестроечные. Вот. И к верующим относились уже мягко и, можно сказать, как-то вот по-другому. И… Но, тем не менее, мы все узнали. Вот. И поняли секрет его жизни. И вот начали с ним дискуссировать, общаться, разговаривать. Обычно это после отбоя было. Вот. Один на один я с ним не рисковал общаться, но в компании с удовольствием. Готовился весь день в угол… брал литературу с уголка атеистов. В каждой казарме такое было, в каждом отряде. Вот. А я в стройбате служил. Вот. Причем-то и… В общем-то, все верующие в стройбат обычно попадали. Вот. Ну и, в общем, так вот у нас продолжалось некоторое время, несколько месяцев. Вот почти каждый день, каждый вечер, вернее, такие дискуссии, полемики всякие различные. Вот. В общем, меня очень удивляло, как он отвечал на вопросы. Вот. Честно говорил, что я не знаю ответ на этот вопрос, например. Вот. Дайте мне подумать. Я должен подготовиться. То есть, как бы, вот таким вот образом. Мне это очень нравилось. Ну и, в общем, однажды как-то получилось, что мы один на один остались вдвоем. Вот. Шли в чайную. Вот. И… Вернее, я один шел, и он меня догнал. Вот. И вот мы вдвоем остались. Мы шли вдвоем, никого не было больше. И он мне говорит, «Знаешь, Александр, ты человек ищущий. Вот. Я бы сказал, что ты такой набожный». Он назвал меня таким вот образом. В компании он не смел такие слова говорить. Он мне вообще никак никак, никаких оценок не давал. А здесь вот он такое сказал мне. Меня это польстило. И внутри как-то меня это, вот, ну, вдохновило, наверное, на какие-то дальнейшие поиски. И он мне говорит такие слова, верующие, я к нему относился с большим уважением, кстати. Вот. И он мне сказал, «Знаешь, Александр, Саша, верующий в Иисуса Христа никогда не умрет, и он имеет жизнь вечную». Я ему говорю, как не умрет, он говорит, верующий в Иисуса не умирает. Вот. Ну, конечно, он переживет смерть физическую, но жизнь дальше продолжается, ты будешь всегда жить. Вот. И ты будешь жить в другом совершенно, это будешь ты. И он начал мне объяснять это. И я понимаю о том, что я получаю ответ, ответ, который меня настолько глубоко удовлетворил, что мне больше ничего не нужно было. И вот все рассеялось, буквально все. И я понял, что есть вечность, значит, есть Бог, и я имею жизнь. То есть я никогда не умру. Все. Я вместе с этим принял все, что вот Саша имел. все христианство, которое он, может быть, вмещал в себя, я это принял полностью. Буквально в ближайшее время, даже не помню, как это произошло, но мы с ним вдвоем ушли в церковь. Пришли в церковь. Это было воскресное утро, это была Троица. И в этот же день я еще более осознал, что я часть церкви, я верующий. И я вот имею жизнь вечную. Какую церковь ты пришел? Я пришел в церковь евангельских христиан-баптистов. Вот. В этой церкви тогда в то время были и баптисты, и пятидесятники, ну и евангельские христиане. То есть все евангельские христиане и баптисты. Про пятидесятников не говорилось, но они там тоже присутствовали. Вот. Ну и в общем так началась моя христианская жизнь. Я ходил в церковь каждое воскресенье, посещал церковь на среде недели. Я служил в штабе, вот. И у меня был свободный, то есть у меня был пропуск, то есть я мог ходить в город, когда у меня свободное время. Вот. И, конечно, я в любой момент посещал в церковь. Когда я осознал, вот именно пришло осознание, что я верующий, что вот есть Бог, Иисус Христос, это Его Сын, который умер за наши грехи, я начал об этом говорить сразу всем. Своим солдатам. В первый же вечер, когда я пришел из церкви, начал об этом говорить. Ну и в общем-то вот такая моя христианская жизнь началась. Но были еще верующие в части? А еще стройбат же посылали все верующие. У нас было 15 братьев, как оказалось. Я об этом раньше не знал. Саша не раскрывал, не говорил больше ни о ком. И они тоже не говорили? Они тоже. А у нас было 14 военно-строительных отрядов, и они все были рассеяны по всем отрядам. То есть их так поместили, чтобы они не все вместе были, а по всем отрядам. И поэтому я не знал о их существовании, а Саша знал. И потом, конечно, он меня привел в общение с братьями. Там были баптисты и пятидесятники. И мы очень хорошо время проводили. Год прошел. Это просто был самый замечательный. Вообще армия – это самое замечательное время в моей жизни. Самое замечательное. Ну, может быть, одно из самых замечательных. Конечно, другие переживания были. А это такой длинный период, который для меня был просто чудесным. Особенно после того, как я стал, так сказать, верующим. Я понял сразу же, я познакомился со своей будущей женой. Там, в церкви? Да, в первый день. В первый день. Да. И, в общем-то, наша дружба началась. И потом, когда я уже заканчивал армию, я понял, что я без Гали не смогу дальше… То есть, я не мог понять, как я уеду, она останется здесь. Потому что мы очень много общались. Общались на различные темы. И на христианские, и на духовные. Это в каком городе? Это был город Ульяновск. В Ульяновске? С Новосибирска. С Новосибирска. Вот. И, в общем, я сделал предложение. Да. И она согласилась. Но не сразу согласилась. Ему за армию? Да. Я ей дал время подумать. Да, я ее с армией забрал. Ну, никак не забрал, так ее совсем. Уехал, сделали предложение. Поставил в известность церковь. Ну, все как положено, да. То есть, я знал уже правила. Вот, мне объяснили брать, что нужно делать. И, значит, потом я ехал в Новосибирск. И потом приехала Галина. Мы сделали… То есть, в церкви нам помогли все организовать. Вот. И я на работу устроился. Ну, и процесс пошел. Ну, и подготавливались к свадьбе. Так, это первая церковь, баптистская? Да. Это была баптистская церковь. Но в Новосибирске я уже стал посещать Пятидесятническую церковь. Просто была такая очень интересная история. Я поехал в отпуск в Новосибирске, когда еще будучи в армии служил. Вот. И мне один брат дал адрес одной церкви. Вот. Или, вернее, даже дал адрес пресс-фитера церкви. И так получилось, что я поехал сразу не домой, а поехал к пресс-фитеру. Вот. Думаю, через пресс-фитера поеду. Сначала отмечусь, а потом уже домой пойду. Вот. Но дело в том, что я беспокоился, как меня примут дома. Потому что я писал письма домой о том, как моя жизнь изменилась. И я получил негативное и очень жесткое противление такое со стороны родственников. Вот. Послали в армию и попал в секту. Вот так и было, да. Моя старшая сестра звонила командиру отряда, ну, в нашей войсковой части. И сказала, что нашего брата отправили в армию, а он в какой-то секте. Вот так и было. Дословно, да. Вот. И поэтому я, думаю, сначала поговорю с пресс-фитером, помолюсь и потом уже домой пойду. Вот. И пресс-фитер оказался 50-ником? Да, он 50-ник. Я не знал об этом. Вот. Ну, как-то внимания не обращал. Да мне без разницы было. 50-ник, православный. Кто там был. Ну, это первая любовь такая. Вот, да. А потом мы учили, как всех различать, да? К кому относиться. Ну, мне кажется… К кому относиться. Ну, да. Пожалуй, я постоянно наступаю на грабли. И мне как бы… Вот. Вот. По сегодняшний день всё равно. Православный – это или 50-ник, или Хризма. Вот. Ну, брат во Христе. У нас есть отличия, но есть какие-то… Ну, то есть вторая церковь какая была? 50-ническая? 50-ническая, да. И как там? Разница была? Слушайте, ну, конечно, разница была. Потому что я какие-то ещё новые ощутил, так сказать, переживания. То есть какие-то чувства, которые раньше у меня не было. Я их там пережил. Вот. И это было такое молитвенное переживание. Вот. Такое… Для меня это было такое близкое, интимное отношение, так сказать, духовное вот с Богом. И никто никакого давления со стороны я не получал. То есть это было моё личное такое переживание. Вот. Конечно, я когда это пережил, я написал записку пресс-фитеру. Отправил её, значит, через… значит, по рядам. Вот. И получил ответ. Брат Саша, молись об этом сейчас, дома мы с тобой поговорим. Вот. Ну, после служения. Вот. Ну, это так и получилось. Мне объяснили, что это такое, да. Угу. Да. Это была вторая церковь? Это была вторая церковь. Поэтому… Отпустились? Спокойно. Получилось так, что я позвонил сразу же на радостях своих. Позвонил братьям. Братья сказали, конечно, по своей стороны, они были очень раздосованы. Они были печальны. Они очень быстро опечалились. Прям вот просто с ними моментально. Вот сказали, что, ну, приедешь, мы поговорим. Не стали разборки наводить какие-то, да. Да. Да и, в принципе, что мне сейчас скажешь, да. Ну, трезво с пьяным как бы вот сложно разговаривать, да. То есть разно хотелось бы, чтобы поняли быть. Вот. Ну и, в общем, я вот на таких вот чувствах поехал домой. Дома меня встретили тоже очень негативно. Поэтому я весь практически отпуск провел с братьями в церкви. Я вернулся обратно. Потом, когда я уже армию закончил, я уже знал, куда мне ехать после армии. То есть я знал, что это есть уголочек, где я могу, так сказать, притулиться. Вот. Ну, в смысле, дружеские отношения иметь. Ну, я понял, что для меня вот компании, которые мои были, друзья, они не смогут мне вот как-то вот заменить то, что я имею. Хотя я от них не отказался. Я всегда поддерживал с ними связь. И до сих пор с ними поддерживаю связь, дружеские отношения. Слушай, мы невесту отпустили из Баптийской церкви? А нас попросили сразу же, когда я приехал вернуться в Новосибирск, мне сказали, мне и невесте, и другой группе людей, которые такие же убеждения имели, такие же чувства, попросили, чтобы мы отдельно собирались. Вот. И вот там появилась новая 50-ническая церковь в Ульяновске. Вот можно сказать, она вот началась вот из этих выходцев. Нам сказали, что наши братья, но двоюродные. Понятно. Но это тоже непростые 50-ники были? А, 50-ники? Ну как, нерегистрированное братство, насколько я понимаю, да? Ну да, это были нерегистрированные братства, да. Омовенцы. Омовенцы. Такое вот у меня интересное. И как в Новосибирске? Как долго были в 50-нической церкви? В Новосибирске я был в течение 5 лет, то есть немного совсем. Но там, в этой церкви я стал пресвитером. Вот. Потому что мы уехали с женой из Новосибирска. Там поженились, жили, служили, так скажем, активно. Потом уехали в Новосибирскую область. И в Новосибирскую область открыли общину. Миссионерами уже. То есть вы нашли себя в 50-нической общине? Да, я даже не знал, что я буду миссионером. Но я получил призыв оставить Новосибирск и уехать в конкретный поселок. Я сказал, господи, я не могу туда поехать, там нет церкви, там нет верующих далеко от Новосибирска. Здесь я работаю на заводе, у меня профессия есть, церковь рядом. Там все шло нормально, была перспектива. Вот. И вот тут раз, тут такое дело. И я не мог противиться этому. Я жене сказал, она сказала, что, ну, Саша, я думаю, что ты должен сам решать этот вопрос. Тут я не хочу препятствовать. Если я буду препятствовать, а и буду неправа, то Бог со мной будет связываться. А тут я хочу, пускай он с тобой разбирается. И, в общем, мы поехали в этот поселок, куда у нас было такое. Приехали туда, и мы там встретили одного верующего брата, который приехал к нас с Малой Рославца. Да, он там служил в армии, и он там стал верующим. Вот. Ну, это вот такое время было, когда просто очень много людей с ним был верующим. Вот. И он столкнулся там с различными трудностями, старыми, светскими, мирскими. И он сказал, господи, или я уйду обратно, в ту стихию. Вот. Или уйду, или кого-то пошли. Вот. Но Бог избрал третий вариант и послал меня. Вот. И мы с Сергеем там основали общину. Вот. Не думая о том, что мы… То есть не было такой цели. Она произошла буквально сразу. Потому что мы работали на заводе, и бегали по поселку после работы, рассказывали о себе на блоге, проводили такие духовные, евангелизационные кампании в больницах, школах, детских садиках. В цехе на работе, в заводе. Мы приходили к директору и говорили, что нам нужно собрать администрацию завода. И мы хотим рассказать о Боге и об Иисусе Христе. Вот. И у нас еще есть кое-что, чтобы мы могли подарить. У нас есть новый завет. Вот. И таким образом директор собирал свою администрацию. Мы рассказывали о Боге, раздавали евангелие. И так было везде. В школе, в больнице. Мы ходили везде. И потом верующие появлялись. Мы за них молились. Потом мы понимали, что нужно как-то дальше с ними делать, что делать. Мы арендовали клуб. И в общем вот такая вот жизнь была. Потом мы с этими уже верующими, которые новыми начали говорить, то есть учить, что могли делать. Они дальше рассказывали. А потом там кто-то умер, нужно было хоронить. Кто-то родился, нужно что-то еще было делать, какие-то цели. Потом нам нужно было причащаться, нужно креститься было. Люди там были такие вот все. И старые пресс-фитеры, которые там с тюрьмы приходили, и им не разорваться было, чтобы туда ехать, сюда ехать, сюда ехать. Они, конечно, приезжали к нам и видели, что у нас уже много становится. И вот нужно было... Но они не успевали, просто физически не успевали. И они говорили, ну вот выберите, какой у вас будет пастор здесь. Ну вот меня выбрали. Вот я говорю, ну какой я пастор, я еще Библию до конца не прочитал. Ну так вот, образно говоря, так скажем, да. Он говорит, ну мы поможем тебе. Прочитать Библию до конца. Прочитать Библию до конца. Да, 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 да. И вот меня рукоположили в пресс-фитеры. Вот я миновал, так сказать, дьякон, дьякон, пресс-фитеры. Вот Сергей в дьякон, у меня пресс-фитеры. И, в общем, мы начали дальше двигаться. Работали на заводе, а потом бегали, служили. Так пять лет писяческой церкви. Что потом случилось? А потом получилось, мы уехали в другой поселок. Там тоже у нас образовалась община. Потом еще там, в общем, ну это такое было дело, да. А потом... Мы уехали на Урал, в город Пермь. Вот это тоже та же самая была церковь писяцническая. Вот. Того же братства. Вот. Меня пригласили работать в западноуральской миссии директором центра реабилитации для бывших осужденных. Эта миссия работала в 35 колониях. Тюремное служение. Тюремное служение, да. Хотя для меня это было странно, потому что я никогда с этим не сталкивался и далеко для меня было все эти вот общения с такими людьми. Но я почему-то понял, что этому вот нужно... То есть нельзя сопротивляться. Хотя я в Новосибирске, будучи, когда там служил, да, я был доволен всем. И корни пустили. Там мы дом молитвы открыли. То есть у нас было здание свое. Свой дом, дача, то, другое. Квартиру от завода получили тоже чудесным образом. В общем, все получалось очень хорошо. Потом служение развивалось. Вот. И тут раз, и все. Я больше не могу. Вот. Все. Не могу. Я оставил там церкви, оставил братьев, служителей. Вот. Переписал всю свою недвижимость, переписал церкви. Вот. И мы, так сказать, на чемоданах уехали в Пермь. В Пермь приехали, и там вот начали строить центры реабилитации. Строили, потом дом строили у себя. Вот. Чтобы мы там могли жить в семье. Это пока мы арендовали помещение. Вот. И я был директором центра реабилитации. Одновременно был пастором церкви. Там церковь была. Единство во Христе называлась. Вот. И, в общем, я вот вел церковь. Долго пробыли в Пермь? Пять лет. Так. Следующие пять лет, да? Да. Следующие пять лет. Вот там вот так пробыли мы. Вот. И получилось так, что в 97 году у нас, во-первых, умер, отошел в вечность сын старший в Финляндии. Мы там его похоронили, вернулись обратно. Это было для нас такое испытание, для молодых. Вот. Это было такое странное испытание, но Бог нам помог его перенести. Вот. И вот. Ну, в общем, самое большое испытание было не то, что Павлик у нас ушел на небо, на небо, а то, что у нас многие верующие не поняли. Вот. Нас осудили, нам сказали, что вы грешники, что у вас какие-то плохие отношения с Богом, что какое-то проклятие. И вот такие вещи начались. Вот такие вот. И просто нам было очень сложно. Вот. И мы потеряли там отношения с другими. Некоторые сказали открыто, что мы не можем иметь отношения, ну, в общем, как-то вот так все было с Богом, потому что мы не можем служить Богу, который вот так вот постоянно делает. Вот. Ну, конечно, эти люди вернулись к Богу снова. То есть они сейчас верующие. Вот. И мы с этими людьми тоже сейчас поддержим отношения. Вот. Все по полочкам разложилось, все поняли, что произошло. Вот. Но у нас еще была другая причина. У нас сын, младший сын, там болел астмой. Она была лиргическая. Вот. И нам нужно, нам врачи сказали, чтобы мы поменяли климат и место жительства. Вот. Мое высокостоящее начальство тоже поддерживало эту идею. Вот. И, в общем-то, в принципе, они готовы были нас отпустить. Вот. И третий момент, мы усыновили детей, а там были такие родственники, у них появились вдруг. Вот. И для того, чтобы как-то оградить, ну, в общем, уберечь их и от влияния родственников, мы, в общем, три вопроса этих, как бы вкупе, мы решились и, в общем, готовы были уехать. Я чудом попал в Финляндию в очередной раз. Вот. И там во время молитвы один мой старый друг, так сказать, уже я знаком был много лет с ним, старый, Калеви, начал радоваться и прыгать от радости, говорит. Он не знал повестки дня. То есть мы не говорили еще о том, какие проблемы у нас есть и какие наши задачи. Вот. Но начал так во время молитвы вдруг радоваться, прыгать и говорить о том, что Игорь кричит «Туахслахте», 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 «Туахслахте». Я ничего понять не могу. Ну, мало ли, о чем он там говорит. Потом переводчика спрашиваю, «Пожалуйста, скажи, спроси у него, что он так радуется». Тот спрашивает, он говорит, «Мне Бог сказал, что Саша должен ехать в Карелию, в Туахслахте». Вот. И я говорю, «Откуда он знает?» Он говорит, «Бог ему сказал». Вот. И в общем, мне больше той женщине ничего не нужно было. Это было такое… для меня это было… «Ну да, хорошо, ладно». Прям сразу только поверил горячему финскому парню? Горячему финскому. Но он уже дедушка был, старый и опытный. Да, старый и опытный. Да. Кстати, его жена была миссионером здесь у нас. Она была учителем учителей воскресной школы. И она с 70-х годов еще вот ездила сюда в Советский Союз. И она тайно по всем советским республикам ездила и учила учителей воскресной школы, чтобы передавать Евангелие детям. И она вот с 70-х годов. Она буквально, наверное, года 4 назад отошла в вечность. Вот. И нам повезло очень, посчастливилось быть в дружеских отношениях вот с этой семьей. Вот. Она подруга бывшего президента. Вот была президентом Финляндии, женщина. Вот. И еще там кто-то… Ну, в общем, там целая компания такая, которая занималась детским трудом. И они с детства дружили. Вот. Ну, в общем, вот такая вот история. И потом, значит, я собрался ехать обратно сюда, буквально на следующий день обратно в Россию возвращаться. И вдруг узнаю, то есть мои друзья узнают, что есть автобус, который из Тампоры, из Ювязкеля едет в Сартовало. Угу. Там, где недалеко Токслахте находится. Угу. В Карелию. Вот. И я могу поехать в Россию на этом автобусе с ребятами. И, значит, они меня увезут оттуда уже в Питер и домой вперед. Вот. И так на следующий день попал, в общем, сюда, в Карелию. И когда я проснулся, я приехал ночью, проснулся утром, посмотрел в окно и сказал, что ой, это я здесь, это мой дом. Все, я сюда. Вот это. Я увидел лес, увидел залив. Мы на берегу залива жили. Вот. Как солнце, это был запад, там солнце поднималось. Я такое-то увидел, думаю, все. Вот. Мне нужно позвонить. Я сразу поехал в город, позвонил жене, сказал, что мы переезжаем в Карелию. Вот. Бог указал место. И все. Я пока возвращался обратно, Галя уже собрала чемоданы, коробки. Вот уже известила церковь, и моего помощника в церкви сказал, что, Леша, ты остаешься здесь вместо Саши, мы уезжаем. Угу. И так вы переехали? Я приехал, уже все было готово. Да. Все было готово, и я, значит, вот, ну, что делать? Вот так вот. Попали сюда. И здесь уже была община, строилось здание, вот, дом молитвы церкви, для церкви. И вот я стал здесь пастором евангельской церкви. Но уже не писядническая? Да, это не писядническая церковь, это была евангельская церковь, но... Евангельская христиан, Прохановская. Да, Прохановская именно. Вот этот приход относился, вошел в состав, вошел в состав. Раньше он был независимым приходом, потом законы поменялись, и нужно было в централизованной организации находиться. И прихожане решили войти в состав евангельских христиан северо-запада России. Не сложно вот так самому вот быть баптистом, прийти к писядникам, потом стать евангельским. Ну вот если бы мне, конечно, когда я был баптистом, мне сказали, нужно отказаться от того, что я получил, вот эти переживания, которые в будущем в молитве я получил, когда мне сказали отказаться от этого, я не смог отказаться. Я говорю, ну как я могу от этого отказаться? Нет, я не могу отказаться, я вас люблю, но отказываться я не буду. Он говорит, ну тогда уходи. Ну тогда хорошо, я туда уйду. Но отказываться я не стал. В других местах мне не предлагали отказываться от чего-то. Вот какая-то свобода была. Естественно, я понимал, что есть Священное Писание, есть учение Церкви, но я видел, что это не противоречит моей переживания, не противоречит Священному Писанию и не мешает мне вести христианский образ жизни, но помогает мне этот опыт. И он не разрушает жизнь других людей, я никому не причиняя никакого вреда и зла. И поэтому я это храню. Я до сих пор это храню, я практикую и использую. Сколько лет в церкви евангельских христиан? В церкви евангельских христиан я был здесь 12 лет. И потом что произошло? Почему? Получилась такая история, моя жена с сыном уехали в Санкт-Петербург, чтобы сын закончил последний класс. В христианской школе решили в христианскую школу. Здесь были некоторые трудности с образованием. Не то, что… В общем, решили так. И Галя уехала с Максимом в Петербург. Они поступили в христианскую школу. И ходили в нашу церковь, в центральную церковь. И потом Галина сказала старшему пастору о ситуации. И сказала, что могу ли я причащаться в церкви? Могу ли я быть чем-то полезной? И ей сказали, что да, конечно. Да, конечно, можешь. И на этой же неделе практически, буквально в ближайшее время этот старший пастор с другими братьями приехали сюда. Не знаю о том, что Галина уже была дома. А я был здесь, в Туахслахте, готовился. Потому что выходные нужно было подготовить здание к служению. Вот. Я был здесь. Они приезжают сюда. Вот. Вечером сказали, что сейчас будет общее собрание. И в повестках дня, значит, вы должны оставить служение. И вот, ну, то есть, другой пастор будет здесь. Просто из-за того, что жена... Моя жена в Петербурге. Я спросил, а почему, какая причина, что такого, что она приезжает сюда на выходные. Я им стал говорить, что Галя сейчас здесь. Вот. Но они сказали, что ну, это так не положено. Я говорю, ну, хорошо, ладно. Я говорю, не против. Собирайте общее собрание. Вот. И мы должны этот вопрос поднять на общем собрании и решить. Ну, в общем, я объявил некоторым членам нашей общины об этом. Те, в свою очередь, всем остальным. Кто-то постарался и позвонил в администрацию, общественным организациям. Другим ключевым людям, с которыми мы взаимодействовали и здесь какие-то совместные проводили проекты. И, в общем-то, собралась общественность и представители администрации города к нам сюда на наше мероприятие. Вообще какое-то невероятное событие. Да, да, да. Ну, братья думали, что придут там 3-4 бабушки, которые согласятся, конечно, с убеждениями братьев. Вот. И соглашусь я, соберу чемоданчики и уеду. Вот. Но получилось все по-другому. Я, на самом деле, тоже думал, что я уже готовился умственно мысленно так поступить. Но тут отстояли позицию, сказали, что мы своих пасторов и своих, значит, людей беду не бросаем. Мы вот за них здесь высказались все. И потом предложили, значит, наши прихожане предложили тут же выйти из состава централизованной организации Северо-Западных евангельских христиан. Что мы и сделали? Сразу написали протокол. Вот. Написали заявление, передали это вот братьям. И братья тут же уехали, а мы разошлись. Вот. Так мы и стали здесь независимыми. И после этого нам нужно было найти централизованную организацию, куда было выйти. Хотя мы могли и этого не делать. Потому что у нас был уже стаж. Мы уже имели право быть независимой религиозной организацией. Мы так и сделали. Мы получили независимость, зарегистрировали. А потом, потом, вот мы искали централизованную организацию. И получилось так, что мы были в разных организациях, ездили с командами, с командой, ездили. Вот. Но что-то нас не всё удовлетворяло. Вот. И если вкратце, то потом, в итоге, получилось так, что мы хотели арендовать храм в Сартовало, лютеранский, о котором узнали совсем, ну совсем недавно. И там проводить служение дополнительно. но мы познакомились с епископом лютеранской церкви Карелии, о котором мы узнали, что он болеет тяжело раком, и вот о его труде, об истории церкви, вот так, ну и так далее узнали. И он так, прямолинейно, предложил мне стать настоятелем Сартовальского прихода. Я сначала отказался, но потом мы с братьями решили, что… Как вот? Ни с того, ни с сего предложил? Да, предложил так. Да, предложил. Я не знаю, как это… Хоть пару вопросов каких-то задал? Задал, да. Он спросил, как ты относишься к крещению детей, и что для тебя причасть. Вот. Я ему рассказал свое отношение к этому, и он сказал, что никаких проблем нет. Вот. Остальному… Остальному ты научишься, и я помогу тебе. Вот. Но главное, чтобы ты был верующий, и ты христианин, и ты уже имеешь работу. Вот. Говорит, я тебе научу. И до конца своей жизни он обучал нашу общину, наших служителей, меня, вот всем таким вот тонкостям. Вот. И как литургию проводить, что это такое, и там, и многие другие вопросы, связанные с лютеранством. И… Все это… Очень все это ложилось на сердце, и, в общем-то, мы легко этому… То есть вот так мы стали лютеранским пастором? Так мы стали, да, лютеранским пастором. А потом получилось так, что епископ наш умер, Царство Небесное. Вот. Потрясающий был человек. Круткий, интересный, добрый, мудрый. Много-много можно эпитетитов вставлять. И вот… Как отец для меня был, он принимал все… Это был очень хороший человек. И умер достойно, очень достойно умер. Это целая история, можно вот о нем рассказать потом. Вот. Но нужно было нового епископа в церкви. Вот, естественно, через некоторое время стали поднимать этот вопрос, и в общем выбрали меня. Епископа Карельской церкви. Вот еще до недавнего времени, как я слышал, самая честная народная энциклопедия, Википедия, писала, что наконец-то епископом стал настоящий Карел. Александр Кузнецов. Но дело все в том, что я не Карел, да. Я не Карел, и, конечно, вот где-то у меня есть кровь финно-угорская, потому что мой отец Коми, вот, это финно-угорская группа, но я не Карел. Но к этой группе… Слушай, ну все равно люди вот так написали, взяли… Интересно. Почувствовали как своего уже? Ну я не читал, надо посмотреть. Ну вот я то, что я первый епископ русский в Карелии, это факт, да. Потому что до этого были финны. Большая церковь сама по себе? Сколько храмов, сколько приходов? Слушай, ну первоначально, конечно, церковь была намного больше, вот где-то две с половиной тысячи человек, но дело все в том, что очень много эмигрировали, вот, покинули, так сказать, Карелию, уехали в Финляндию. Сколько храмов, вот, вам принадлежит? Ну вообще, исторически, исторически принадлежит, здесь, на нашей территории, но только Северное Приладожье, Северное Приладожье, я не говорю о Карельском перешейке и других местах, вот здесь только находятся 42 храма. 42 храма? 42 храма, да, лютеранские. То есть со своей историей, со своими приходами, со всеми своими… храмами, историровать, что-то делать. Ну вы знаете, все-таки, нашим приходам здесь, на этой территории, по 400 лет, вот, то есть, они имеют свою историю, свои глубокие отношения к этой земле, к народу, вот, к формированию жизни, постройке городов, храмов, то есть, ну, это глубокая-глубокая история, вот, и, конечно, к церкви относятся, как традиционной, традиционной культурообразующей религии, вот, со священством православным у нас очень хорошее отношение, вот, мы даже некоторые совместные проекты осуществляем, вот, вот, митрополит, карельский, Мануил, был открыт к нам, и, даже у нас подарки есть от Мануила, и мы тоже, в свою очередь, вот, к нему так по-доброму относились, и священники приезжали, православные, то есть, у нас хорошие дружеские отношения, и также у нас отношение, хорошее дружеское, хорошее отношение с митрополитом Константином, который говорит о том, что он также имеет сотрудничество с финской лютеранской церковью, с другими лютеранами, но и также, изъявляет свое желание, и сотрудничество и к нам, с нами, то есть, есть некоторые проекты. Но остались у Вас отношения с другими протестантами, с баптистами? Да, конечно, конечно, очень хорошие, никогда не менялись, вот, по крайней мере, с моей стороны, вот, я всегда открыто стараюсь, или помогать, или участвовать, если это необходимо, вот, мой дом, моя церковь всегда открыта для братьев, вот, и у нас длительное продолжающее, конечно, некоторые отношения, конечно, может быть, подостыли, или, может быть, у них свои какие-то проекты, свои дела, вот, своя жизнь церковная, вот, ну, я не говорю, что с писятниками, у нас здесь какие-то, интересные, раньше были, сейчас, сейчас нет. Можно последний, личный вопрос? Как жена все это время? Так вот, вот, как она первый раз сказала, ты отвечай перед Богом, как бы, я за тобой пойду, или искренне, так же, вот сейчас, она вошла в литеранскую церковь? Ну, это не было легко, это было, каждый раз это было сложно, потому что, всегда, что-то там разрывалось, какие-то отношения, связи, да, и с людьми, и мы же территории меняли, вот, все по-новому начиналось, вот, и здесь с литеранством тоже было, некоторые, ну, сложности были, нужно было объяснять, рассказывать, не так сложно, и с епископством моим тоже было очень сложно, Галя была не совсем согласна с тем, чтобы я стал епископом, вот, потому что понимала, что это больше ответственность, и меня еще больше не будет, так сказать, принадлежать, так сказать, и семье, вот, благо, что уже дети повырастали, вот, и, уже, есть семейный опыт, уже как-то, все так, но сегодня она вас поддерживает? Да, конечно, вот, все дети у нас, вся семья стала в церкви, они приняли, вот, лютеранство приняли, да, и прошли конфирмацию, и, в общем, у меня старшая дочь крестилась в лютеранской церкви, все остальные были крещены, ну, еще раньше. Спасибо огромное, надеюсь, мы поездим с вами, посмотрим храмы, ваши служения. Да, я с удовольствием покажу вам. Интересные, очень интересные, спасибо огромное. Владыка, Спасибо за внимание. Благослови Господь. Аминь. Благослови Господь. 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 Продолжение следует...